Не подходят для мусора контейнерные площадки Иркутска. Видимо, так считают некоторые жители нашего города. Поэтому они нашли для отходов новое место – ветки и стволы деревьев. Там оказываются не только мусорные пакеты, но даже мебель. Кто должен убирать сомнительные украшения? Сегодня в этом вопросе разбиралась Дарья Ивазва. Ах, весна! Она наступит уже завтра. И потому на деревьях в Иркутске распустились первые… нет, не листочки, а пакеты. Такие сомнительные украшения висят на ветках не первый день и даже не первую неделю. Причем красуется на деревьях не только мусор. При желании можно обновить гардероб, на выбор носки или куртка. А у кого-то есть уникальный шанс поставить на кухне новый стул. Правда, для этого потребуется его снять с высоты нескольких метров, зато бесплатно. Правда, местные жители и прохожие аттракцион невиданной щедрости и дворовую эстетику не оценили. Какого-то эстетично-то убирать надо, чтобы не было такого. Ужас. Я сегодня шла аж жутко. Не боитесь, что на голову упадет? Страшновато. Такой у нас народ. Некоторые не хотят нести мусор, а бросают на зло. На зло бросают. Я так думаю. На зло это делают соседи или нет – загадка. Но мусор явно портит как внешний облик двора, так и его санитарное состояние. Поэтому такие украшения нужно убирать. И заниматься этим должна управляющая организация. Но что, если она не реагирует на просьбы жителей? Если управляющая организация не реагирует на это, они, конечно, обязаны обратиться к нам в администрацию по округам. С управляющей организацией мы, конечно, выдаем предостережения. В основном все управляющие организации на это реагируют и убирают все это. Но после уборки мусор снова может появиться на деревьях, если в доме живет недобросовестный сосед. Труд коммунальщиков вряд ли разбудит совесть такого жильца, как и простой разговор по-соседски. Привлечь к ответственности соседа, который развешивает сомнительные украшения на деревьях, конечно, возможно. Но для этого потребуется доказать, что именно он сбрасывает мусор из окон. И послужить таким доказательством может запись с камер видеонаблюдения или, например, с видеорегистратора, припаркованной во дворе машины. Тогда у городского округа, к которому относится дом, будут доказательства и возможность привлечь человека к ответственности за нарушение закона. И это, возможно, поможет горе-соседу выучить маршрут от квартиры до мусорных баков. Дарья Эйвазова, Василий Заводский, Виктор Черкашин. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова